Приветствую всех подписчиков, а также зрителей моего канала. Сегодня на канале долгожданная токарка. Многие видели, что я вконтакте продаю заготовки для токарных работ, для чашек, для тарелок, заготовки из грецкого ореха, ясеня, груши, дуба, ну и все что нажито у меня было непосильным трудом. Просто сам все перерабатывать не успеваю, чашки бывают медленно расходятся, поэтому решил для таких же фанатов как я продать из своих немного запасов. Продаю по той цене, по какой и сам бы купил. Ну не ломлю там цены, да. Если цены дорогие, так и пишите, ну те кто уже покупал, те кто покупал прям мешками, пишите, что блин это дорого, мы больше покупать не будем. Так, ну вот бывает, выставишь вот такую штукенцию, тебе кто-нибудь напишет, ой тут вот подгнило, как можно такое продавать, я и оп, в сторону, думаю, ладно. Из этого я и сам не прочь что-то выточить, тем более у нас скоро будет ярмарка продажа такой продукции в городе, вернее там где-то там за городом. Мне надо чуть-чуть подготовить туда товаров. Ну а как буду готовить? Смотрите в этом видеоролике. Сначала точить буду на планшайбе, а потом уже в донце выточим там посадку под токарный патрон 4-х кулачевый и продолжу работу. Сразу скажу, что здесь будет не только токарка, но еще эта тарелка немного украсим фрезами. Фрезами от Комбо Вуд. Ну а точить в основном буду вот резецом для чаш от Александра Геннадьевича Брюкнера. Великолепный резец, но еще и острый. К тому же потом я его заправлю чуть позже. Торый. 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 Торий. Продолжение следует... 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 такой застывший при застывший мед но он будет необычайно липкий если потом это убирать это вообще практически невозможно приходится либо перешлифовать либо скипидаром мыть если это там больше там двух часов прошло они больше двух дней да тогда придется это все чистить шкребками наждачкой поэтому не повторяйте чужих ошибок вот дали постоять если жарко в мастерской 20 минут если прохладно 30 плюс минус 5 минут и все насухо убрать что вот этот полимер на поверхности не застыл кто-то пытается вазелиновым или там лампадным маслом чтобы как бы сохранить естественный цвет ну чё скажу все хорошо в лампадном масле и цена и доступность но она не полимеризуется то есть она не защищает деревяшку от воды если сверху потом кто-то покрывает пчелиным воском это тоже такая себе защита пчелиный воск самый дешевый всех восков поэтому добавляю его в масло в в рецепт масло просто производитель хорошо экономит вот и все здесь же нет пчелиного воска здесь карнаубский и там еще там пару всякой там фигни это дорогие растительные воски поэтому масло не совсем дешевое но в любом случае она дешевле борма хотя порой борма она мне напоминает не успел на балкончике скушать кисточку винограда вторую ну да три скушал проскочил уже 25 минут еще чуть-чуть посидел отдохнул это все на ногах и на ногах мастерской прошло 25 минут все убираем излишек ветошь не забудьте у меня конечно никогда не загоралась но люди показывают что бывает ветошь начинает дымить до открытого огня никто не показывал как доходит а вот дымить начинает точно поэтому ветошь либо сразу в печку я делаю сразу в печку я все лето это эти тряпочки в печку сбрасываю ни разу в печке они не загорелись самостоятельно потом осенью когда затапливаю они сгорают но зимой не горят там постоянно эти маслица еще хорошо убирается я его не проворонил этот срок ну а теперь смотрим что получилось этот свет вроде мешает вот такая чашечка донцы как-то ну невыразительно смотрится но через десять дней эта чашка поедет уже на ярмарку я сюда пятачок из более темного дерева вы вырежу на токарном и вклею ну чтоб не было вот этой дырки многие не любят не знаю почему их пугает ну в общем то и все на этом видео будем заканчивать всем кому видео было полезно а особенно тем которым такая тарелка понравилась пальчик вверх подписываемся на канал оставили оставляем комментарии а я с вами ненадолго прощаюсь всем пока да под на ютюбе по под видеороликом на все новые видео хостинги где я зарегистрированы и там у меня тоже выходят ролики я эти ссылки оставлю в описании под данным видео а теперь точно пока я сниму давайте прощаюсь можете друзья когда я